Владимир Коктурский, член-корреспондент Академии медицинских наук. Ой, простите, вы же теперь Российская Академия наук, но я по старинке рам. Научный руководитель Института морфологии человека, который, собственно, и расскажет о патологической анатомии и вопросах патогенеза при COVID-19. Пожалуйста. – Уважаемые коллеги, глубоко уважаемый Павел Андреевич, для меня большая честь выступать перед столь солидной аудиторией. Я благодарю вас за это. И расскажу об опыте моих коллег, в основном я опираюсь на их опыт, ну и я тоже соучастник частично этих исследований, которые накопились за последние два года. Ну, первое, что я хотел отметить, это то, что ключи... Так, я сейчас пытаюсь переключить, у меня еще не вышло. А, вот, прекрасно. Ну, то, что возбудитель – это РНК, содержащий вирус, это я вас ничем не удивлю, и то, что он близок к предшествующим коронавирусным инфекциям, это я пропущу, это, так сказать, суще... Так, неважно. Так, а, вот он у меня, нашел стрелочку. Вот, конечно, ключевым моментом в патогенезе этой инфекции является то, что этот вирус выбирает себе мишень через рецептор ангиотензин, превращающего фермента АПФ2, именно потому, что он имеет к нему большое сродство, причем оно в 10-20 раз выше, чем сродство предшествующих инфекций из группы SARS. И это самый существенный момент, потому что этот рецептор КПФ2, это данные предыдущих исследований 2007 года, и этот рецептор содержится очень распространенно, да, практически во всех органах и тканях организма, в первую очередь это в дыхательных путях, в респираторном тракте, в начальном отделе, в бронхиальной выстилке слизистой оболочки, выстилке альвео, выстилке альвео, а также в ряде других органов. Именно это и объясняет, почему сейчас вирус имеет такое сродство к целому ряду органов, выходя за пределы легких. И вот реагируя с этим рецептором АПФ2, тут механизм довольно сложный, потому что в этом рецепторе есть мембраносвязанный компонент, а есть растворимые компоненты. Вот этот растворимый компонент-рецептор, это своего рода защитная реакция. Он выделяется в окружающую среду и перехватывает вирус, блокируя его, и, так сказать, не дает ему возможности внедриться в мембрану клеток. Этот процесс, ну, с участием металлопротеиназ происходит, вот это отщепление растворимой формы АПФ. Но когда этого вируса в избыточном количестве, он с этим не справляется, и здесь уже происходит связь. Здесь происходит связь вируса с этим АПФ2-рецептором. Здесь играет роль вот тоже фермент, трансмембранная сериновая протеаза, которая тут в данном случае играет уже отрицательную роль. И все это приводит к тому, что он инкорпорируется внутрь мембраны, а затем уже и внутрь клетки. Это вот такой ведущий механизм, объясняющий проникновение вируса внутрь клеток. И далее хотелось бы отметить то, что это сопровождается, естественно, активацией иммунной системы, избыточной активацией, появлением медиаторов воспаления, среди которых, конечно, надо отметить наиболее отрицательную роль интерлейкина 6-го, ну и остальных факторов тоже воспалительных. И все это приводит к цитокиновому шторму. А интерлейкин 6-й, почему он особую отрицательную роль играет? Потому что он активирует систему свертывания, подавляет фибринолитическую систему, и все это приводит к повреждению эндотелия кровеносных сосудов, не только легких, но и других сосудов в органах, и является важным фактором гиперкоагуляции. Ну, тут может присоединяться и антифосфолипидный синдром, который усугубляет этот процесс. И в итоге развивается, как, ну, это опять вам хорошо известный факт, повышенная свертываемость крови с удлинением и протромбиновым временем, времени и повышением додимера и фибриногена в сыворотке крови. И в итоге развивается синдром диссеминированной внутрисосуистой коагуляции, ДВС-синдром. Мне больше нравится термин ТГС-синдром, он более правильный, на мой взгляд, но это мое субъективное мнение, потому что происходит не только свертывание крови диссеминированной, но одновременно повышенная кровоточивость, повышенная проницаемость сосудов с кровозлияниями. Поэтому тромбо-геморрагический синдром, мне кажется, более термин в этом отношении, более правильно отражающий сущность процесса. Ну, а если взять уже показатели вот за прошедший год, правда, это не за весь год, только с марта по Москве, это данный департамент здравоохранения Москвы, то видно, что, конечно, 90% это легочные поражения. На первое место выступают с развитием остро-дыхательной недостаточности, острого респираторного дистресс-синдрома. На втором месте вот стояла, как ни странно, тромбоэболия легочной артерии, ну и другие процессы, включая сепсис, инфаркты миокарда, инфаркты головного мозга, гангрены кишечника. Если посмотреть на динамику этих основных осложнений по трем волнам коронавирусной инфекции, вот здесь представлены три волны. Темный столбик характеризует вот с марта по январь 2020 года первую одну волну. Второй столбик, это тоже данный департамент здравоохранения, второй столбик, это с октября прошлого года по 31 января этого года, и, наконец, третья волна с 1 июня этого года до конца августа. И вот это самый светлый столбик. И вот видите, если в первую волну, в первую волну доминировал инсульт, то есть, да, и среди осложнений мы видели, да, что этот инсульт, а, да нет, если взять инсульт, то он в первую волну был, ну, не очень значителен. Во вторую волну он резко подскочил, и довольно значительен в третью волну. Вот это очень настораживающий фактор. В первую волну инсультов было не так много, а вот здесь они подскочили. Взятие ситромбоэмболии легочной артерии, она с 6% снизилась. А вот инфаркт миокарда, вот это очень тоже зловещий признак, обратите внимание, он тоже в каждую волну, частота инфарктов миокарда стала повышаться. Вот, ну, повышаются и гонгренозные изменения, но не так сильно по сравнению с этими видами патологии. И что еще настораживает? Сепсис. Сепсис неуклонно от волны к волне увеличивается. Это увеличивается. Вот это такие довольно настораживающие факты, эти цифры, они заставляют задуматься нас, и, так сказать, ну, составляют головную боль для врачей. Ну, о коморбидных заболеваниях вы хорошо знаете. Это и гипертоническая болезнь, и сахарный диабет, и ожирение, и гипертония идет рука об руку с ишемической болезнью сердца. Это понятно, что это факторы, которые и осложняют, и усугубляют течение, и это и люди, имеющие эти заболевания, находятся в группе риска по осложнению, по тяжести течения ковид-инфекции. Это ясно. А сейчас, коллеги, я вам передаю к характеристике морфологических поражений. При этом я опираюсь на опыт моих коллег, которые сдали «Атлас». Кстати, он первый в мире. Тут я, так сказать, не перехлёстываю. И Павел Андреевич в преамбуле уже правильно сказал, что наше отличие в том, что мы в наследство от Советского Союза стопроцентно вскрываем умерших в стационарах. Почти стопроцентно. И поэтому накопились огромнейший материал, которого нет за рубежом. Тут я сейчас, готовясь к этой лекции, наткнулся на статью из ФРГ. Там авторы хвастаются некропсией, правда, они очень глубоко её исследовали, но они получали разрешение у родственников для того, чтобы взять посмертно некроптаты, то есть кусочки ткани от умершего. То есть в этом отношении, конечно, у нас материал просто безбрежный. Я даю дань чести моим коллегам Марии Владимировне Самсоновой, Андрею Львовичу Черняеву, все профессора, Людмила Михайловна Михайлёва, директора института морфологии, главный патолога, анатом департамента здравоохранения Москвы Олег Владимирович Заратьянц, Олег Дмитриевич Мишнёв, заведующий кафедрой 2-го меда. Это все, так сказать, коллеги, которые, так сказать, собрали уникальный материал, которым я с вами поделюсь и своими собственными данными в этом отношении. Ну, то, что клиницисты выявляют так называемые матово-стекловидные очаги поражений, которые в процентном отношении характеризуют, это тоже вам известный факт. А что мы находим на скрытиях? Как только мы скрываем, мы видим проявление этого тромбо-геморрагического синдрома. Вот переднее средостение. Вы видите множественные кровоизлияния в жировой клетчат, переднего средостения. И кровоизлияние в плевре. Кровоизлияние в плевре. Легочная ткань в данных участках воздушна. Это, так сказать, компенсаторная такая эмфизема, связанная с тем, что другие участки легких выключены из воздухообмена. Вот. Эти кровоизлияния имеются на поверхности плевральной ткани, а когда мы разрезаем легкое, оно имеет вот такой темно-красный, вишнево-красный цвет. Вишнево-красный цвет за счет пневмонии с геморрагическим, выраженным геморрагическим компонентом. Выраженным геморрагическим компонентом. При этом, обратите, вот участки вздутой воздушной ткани, которые еще сохранили воздушность. А основная часть легочной ткани, вы видите, поражена. Она, конечно, уже практически выключена из процессов газообмена. И обратите внимание, из просвета сосудов, из просвета сосудов, ой, извините, главный патологоанатом Москвы звонит, Георгий Абрамович, я ему тоже сейчас скажу. Георгий Абрамович, простите, ради бога, я сейчас читаю в Зуме лекцию на обществе терапевтов. Можно я вам... Секунду, пожалуйста. Хорошо, я сделаю. Окей, окей, пожалуйста. Коллеги, ради бога, простите. Не мог отказать. Георгий Абрамович, главный патологоанатом. Так, ну вот. И вы видите тромбы, тромбы торчат, вот они, как червячки, прям вылазят наружу. И вот здесь, пожалуйста, на разрезе, вы поглядите, тромбы, тромбы в просвете кровеносных сосудов, вот они просто торчат, забивают эти темно-красные участки с кровоизлияниями. И тромбы могут, тромботические осложнения, наблюдаться в виде тромбоэмболии, даже в самом главном сосуде, тромбоэмболии глюксной артерии, которая в прошлом году составляла 6%, как причина смерти умерших от ковида. Но сейчас этот процент снизился, слава богу, хотя бы это. Вот. Так, этому у нас уже было. Не понял. Это я почему-то проскочил. Так, пойдемте дальше. Так, и, наконец, что мы видим в легких? В легких мы видим морфологическое проявление острой дыхательной недостаточности, острого респираторного дистресс-синдрома в многообразных проявлениях. Одним из ранних проявлений является выраженный внутри альвеолярный отек. Вы посмотрите, в воздушной ткани здесь буквально кот наплакал. Вот эти светлые участочки. Это малое увеличение легочных альвеол, заполненных воздухом. А вот основная масса заполнена отечной жидкостью, окрашенной в препаратах в розовый цвет, иозином. Здесь массивный отек имеет место. Это, конечно, выключает вот эту ткань из газообмена. Наряду с отеком легких вы видите здесь тромбы, которые мы и макроскопически видели. Здесь они подтверждаются на микроскопическом уровне. И обратите внимание, в альвеолярных перегородках скопления клеток воспалительного инфильтрата. Причем, что интересно, идет именно по межальвеолярным перегородкам, по типу интерстициальной пневмонии. Это тоже особенность этой коронавирусной инфекции. Интерстициальный такой характер этой пневмонии. И множественные кровозлияния. Опять-таки, тоже мы видим тромбы в кровеносных сосудах и массивные кровозлияния. Тромбогеморрагические проявления. Далее мы видим массивное слущивание выстилающего просвет альвеолярного эпителия. Просто он сползает пластами, вот видите, пласты этого эпителия, наряду с клетками воспалительного инфильтрата, которые тоже уже здесь в просвете. И опять-таки тромбы, и опять-таки повышенное кровенаполнение сосудов как проявление признаки воспалительного процесса. И исследованиями наших коллег зарубежных, это данные китайских авторов, публикации, свежие публикации довольно прошлого года, которые выявили один из антигенов этого возбудителя SARS-CoV-2 в альвеолярной и выстилки. Вот в альвеолярной выстилки. Вот эти всеслучные эпителиальные пласты эпителиальных клеток, выстилающих просветы альвеол, они, видите, поражены уже непосредственно возбудителем. Именно здесь он гнездится. Вот. Затем воспалительный инфильтрат. Если к нему присмотреться, это в основном клетки мононуклеарного характера, лимфоциты, макрофаги, причем очень большое количество гигантских макрофагов, многоядерных. Я сейчас на следующем слайде их покажу поближе. И появляется уже вслед за отечной жидкостью прецепитация фибри... Выпадает фибриноген, прецепитирует в виде нити фибрина. Вот нити этих фибрина, которые тоже в просвете альвеол имеются. И вот смотрите, в составе инфильтрата, в основном это лимфоциты, видите, округлые клетки. Здесь вы практически не найдете сегмент, хотя есть вот единичные, похожие на сегменты ядерные. Но они единичные. Сегменты ядерных лейкоцитов почти нет. В основном это лимфоциты, макрофаги, и множество гигантских таких макрофагов многоядерных. Вы видите, это крикотчаяние макрофагов, которые не могут справиться с инфекцией. Когда макрофагам это не удается, они начинают объединяться в такие ассоциации, образуя многоядерные образования. Ну, в качестве примера могу привести гигантские клетки при туберкулезе, которые не могут переварить возбудители туберкулеза, и образуют такие многоядерные клетки. И здесь... Извините, пожалуйста, вы не могли бы указку включить? А, извините, я-то показываю, извините. Да, курсором я забыл, простите, это моя вина. Да, спасибо. Сейчас видно. Да, вот эти многоядерные макрофаги, спасибо, что подсказали, многоядерные макрофаги. Это крик отчаяния макрофагов, которые не способны переварить, не способны справиться с возбудителем. Они фагоцитируют осколки клеточные, погибших клеток, но справиться с возбудителем не могут. Это тоже характерный морфологический признак. Ну и плюс, видите, много эритроцитов, кровоизлияние, нити фибрина здесь нежные. Все это в просвете альвеолы мы отмечаем. Далее, вот обратите внимание, среди альвеолярных эпители, эпителиальных клеток, появляются вот такие гигантские, уродливого вида клетки. Это признак вирусного поражения. Это вот эффект цитопатический, эффект вируса на альвеолярные эпители. Эти клетки, хотя это вот и единичные, но тем не менее их присутствие, но это не специфический признак только коронавируса, это и при гриппе мы такие же вещи видим, и при других вирусных поражениях легких, но их присутствие говорит о том, что это здесь вирус играет свою роль. Эти клетки имеют и диагностическое тоже значение. Вот, ну и еще один признак характерный, это гиалиновые мембраны. Вот обратите внимание, вот эти розового цвета образования, вот здесь они в виде полулуни, это прицепитаты белковые, которые, вот они здесь тоже выстилают, здесь они выстилают альвеолярную поверхность, здесь они уже оторвались в просвет, альвеолы, их очень много, это тоже характерный признак альвеолярного повреждения, диффузного альвеолярного поражения легких. И они, конечно, тоже блокируют аэрогематический барьер, коль скоро они тут, вот, так сказать, прицепитация этих белков, и, конечно, здесь газообмен тоже уменьшается. Отсюда и сатурация, естественно, ненормальна, как имеет место при ковид-инфекции. Далее, еще один интересный феномен. Наблюдается феномен пролиферации альвеолоцитов второго типа. Альвеолоциты второго типа, они, в отличие от альвеолоцитов первого типа, не участвуют в газообмене, у них другая функция, они выполняют фагоцитарную функцию. Но если в норме они разбросаны в меньшем количестве среди альвеолоцитов первого типа, то здесь они начинают полностью замещать слощины и альвеолоциты первого типа. И вот здесь вот такие крупные клетки, напоминающие эпители. Вот они буквально напоминают эпители. Это тоже характерный признак. Вот они... И они тоже, конечно, на борьбу с инфекцией направлены, при этом они в газообмене не участвуют и тоже, в принципе, мешают газообмену через аэрогематический барьер. И вы видите, отечная жидкость в большом количестве. Вот это тромбы, видны кроводезлияния. Все это видно отчетливо. Что интересно, уже через 7-8 суток выделяют вторую, позднюю фазу альвеолярного повреждения. Вот, коллеги, обратите внимание на этот срок. Что такое 7 суток? Вообще-то 7 суток для, ну, обычного или гриппа там, или другой аденовирусной инфекции. Это, в принципе, разгар процесса. А здесь через 7-8 суток уже начинаются активно процессы фиброфиброза. И вот дальше вы видите выраженная, вот опять-таки продолжается пролиферация альвеолоцитов второго типа. Альвеолоцитов второго типа. И вот смотрите, здесь уже в межальвеолярных перегородках фиброзная ткань. Вот это все фиброзная ткань. Вот через такую, ведь альвеолярная перегородка имеет вид такого кружева, очень красивого, когда смотришь в норме. А здесь вы поглядите, через эту толстую альвеолярную перегородку, конечно, газообмен нормально осуществляться уже не может. И вот эти процессы, вот эта загадка, вы знаете, очень раннее, раннее развитие фибропластических реакций. Очень раннее. Понимаете, 7 дней всего. И тут уже появляются фибробласты, появляются много тут плазматических клеток среди макрофагов. У них такой своеобразный вид, у них оттеснено на периферию ядро и крупный ободок, широкий ободок цитоплазма. Это все признаки уже такой хронизации процесса. Признаки хронизации. И затем, довольно рано, уже где-то через, начиная с 7 дней, и последующие дни, 7-10 дней, и к 2-м неделям развивается выраженный фиброз, фиброз под интерстициальному типу, фиброз аливиолярных перегородок. Вот они здесь утолщены, и здесь вот, конечно, это легкое уже тоже не может нормально... Здесь, хотя иксудат вроде бы ушел, но аливиолярные перегородки замещаются процессом фиброза и склеротическими изменениями. Вот это самое страшное, то, что выключает легкие из газообмена. Ну и тромбы, конечно, сохраняются. Кстати, тромбы сохраняются довольно долго, очень долго. Вот это, что касается легких. Но ужас-то в том, что сейчас коронавирусная инфекция, которая начиналась как прерогатива пульмонологов, и они ей занимались, что-то считалось, пульмонологическим формой патологии. Сейчас она выходит за пределы легких и поражает жизненно важные органы. сердце, головной мозг, печень, почки. Связано это, конечно, с тем, что здесь повреждаются эндотелий кровеносных сосудов. Эндотелий кровеносных сосудов, там и возбудитель находится, я вам покажу, там на одном из слайдов. И в сердце мы наблюдаем ранние ишемические изменения. Вот посмотрите на разрезе, какой пестрый вид имеет это сердце. Это крупный очаг ишемии миокарда. Здесь желтоватые участки перемежаются с такими более темными участками. И вот эта пестрота характеризует острую ишемию миокарда, связанную с поврежением кровеносных сосудов. И одним из осложнений, я вам на графиках показывал, является инфаркт миокарда, который от волны к волне усиливается. Вот участок такого желто-серого цвета инфаркта, обширный, и что интересно, с геморрагическим компонентом. Видите, он сопровождается обширным кровозлиянием с геморрагическим компонентом этот инфаркт миокарда. И что интересно, при этом кровенос нету, это не атеросклероз, это не то, что мы наблюдаем у людей с преклонного возраста, потому что коронарная артерия с тонкой стенкой, а просвет ее забит тромботическими тромбами. И это вот эта беда. конечно, потому что при нормальной, и это уже страдают люди молодого, среднего возраста и молодого, и это не относится уже к классическим проявлениям шимической болезни в виде инфаркта миокарда. Это уже осложнение, связанное с тромбозами, свойственными коронавирусной, инфекцией и с поражением кровеносных сосудов. Вы посмотрите, что делается в миокарде с кровеносными сосудами. Вот мелкая артерия, она здесь резко набухшая пролиферирующей эндотелий, стенка диффузно утолщена, и контуры всех остальных кровеносных сосудов смазаны. Здесь вообще трудно узнать, что это кровеносный сосуд. Она как будто размыли, как будто взяли ее и размазали. Вот, и вокруг выраженный отек, это интерстиции, вы видите, он резко расширенный интерстициальное пространство вокруг кровеносных сосудов, и появляются лимфогистиоцитарные инфильтраты закономерно. Иногда они довольно значительные, иногда они мелкие, и мы их рассматриваем как реакцию на ишемические повреждения кардиомиоцитов, но иногда эти инфильтраты становятся более крупными. И вот я вот сейчас предыдущий препарат показал, это публикация профессора Коган, Евгения Алтаровна этого года свежая, она набрала несколько десятков случаев инфарктов миокарда, выбрала их и обнаружила там вот эти очаговые лимфогистиоцитарные инфильтраты, опять-таки здесь полиморфно-ядерных нет почти, лейкоцитов, в основном мононуклеарный характер инфильтрации, вот, и она обнаружила там вот опять-таки присутствия гигантских клеток, я вам показывал их в легких, и здесь они в воспалительном инфильтрате, это опять-таки крик о помощи этих несчастных макрофагов, которые не способны переварить возбудители. Поражаются не только миокард, но и эндокард, и перикард, особенно страшно поражение эндокарда, чем вот здесь воспалительный инфильтрат в эндокарде, а вот на следующем слайде видно то, что к этому воспалительному, пораженному воспалению эндокарда прилежит тромба, и, конечно, тромбоэмболические осложнения, которые уже из сердца будут стрелять, в зависимости от их локализации, они очень опасны, они и вызывают вторичные гадгренозные изменения, инфаркты, в том числе инфаркты головного мозга, это одно из тоже изгрозных осложнений, и опять-таки здесь страдают кровеносные сосуды, обратите, мелкая коронарная артерия, мелкая веточка коронарной артерии, здесь деструктивно проролиферативный тромбовоскулит, здесь отечная резкостенка, и обратите внимание, слущенный эндотелий с клетками воспалительного фильтрата в просвете признаки воспаления сосудистого, именно с поражением сосудов связаны и те ишемические изменения, которые я вам показал, инфаркты развивающиеся, и вот Евгения Алтаровна в своей этой публикации показала присутствие антигенов возбудителя коронавирусной инфекции, которые она обнаружила, вот стрелочками показано, в клетках воспалительного инфектора, а также в эндотелии кровеносных сосудов, это и шипиковый антиген, и спайк белок, и это второй антиген уже касается нуклеокапсида, вот, и все это, так сказать, присутствует уже, и это объясняет поражение сосудов, именно по сосудам, по эндотелию сосудов идет этот патологический процесс, и, конечно, я уже говорил, жизненно важные органы поражаются, и, так сказать, отмечается рост, к сожалению, инсультов, обратите внимание, страшные, я вам покажу, столбики, когда они растут, от первой ко второй, третьей, в третьей волне, правда, чуть-чуть их меньше, но все равно их очень много, инсультов, и опять-таки, это связано с воскулитами, с поражениями кровеносных сосудов, смотрите, сосуды здесь, контуры их резко смазаны, пролиферирующие набухшие эндотели в процвете тромбообразования, тромбообразования, и отсюда, конечно, уже признаки ишемических повреждений, вплоть до развития инфарктов головного мозга, которые здесь тоже показаны. Вот, кстати, я тут в ходе подготовки к этой лекции наткнулся на свежую довольно публикацию из Кембриджского университета, из Кембриджа, где вот этот спайк, спайковый белок, шипчиковый белок возбудителя определяли, что интересно, пока не обнаружили они его в мозговой ткани, но зато его очень много оказалось в эпителиальных клетках сосудистого сплетения, сосудистого сплетения. Факт очень интересный и, так сказать, заставляет задуматься всегда ли это так, но это еще требует дальнейших исследований, подтверждений, но во всяком случае ни в клетках глиальных, ни в клетках невронов, ни в самих невронах пока этот возбудитель не был обнаружен, но такое поражение, конечно, говорит о резком нарушении гематеринцефалического барьера. И другие жизненно важные органы поражаются. В печени тяжелые изменения вплоть до развития токсической дистрофии печени. Вот такая печень в норме такого коричневого цвета, темно-коричневого, а здесь она желтого цвета. Такую печень мы образно патологонатом называем гусиная печень. Гусиная печень это тяжелое токсическое повреждение печени с множественными кровоизлияниями, с множественными кровоизлияниями и в основе, конечно, опять-таки поражения кровеносных сосудов. И мы видим тяжелое повреждение печени с резкой жировой дистрофией вплоть до развития некрозов, очаговых некрозов. Вот это очаговые некрозы, очаговые очаги-некрозы, гепатоциты в центре печени. Вот. Конечно, мы такие вещи наблюдаем иногда у алкоголиков при развитии алкогольного гепатита, но чтобы это было следствием такой вирусной инфекции, это, конечно, тоже очень нас поражает, конечно, впечатляет. Это тяжесть этих изменений. Изменения в почках вплоть до развития некронифроза, некронифроза, некротический нефроза. Обратите внимание на вскрытие кора бледная, кора бледная и резко полнокровный пирамид. Почему? Потому что кровь сбрасывается, не доходя через гламеролы, не проходя через гламеролы, через клубочки, она сбрасывается из артерии в венозное русло, из-за этого происходит запустевание запустевание сосудов коркового слоя, и отсюда анурия развивается, олигурия, из последующей анурии, вплоть до развития острой почечной недостаточности. Такие случаи тоже, к сожалению, тоже при коронавирусной инфекции отмечаются. И вот микроскопически мы этот некронифроз тоже подтверждаем. Обратите внимание, в этих канальцах коркового слоя полностью отсутствуют ядра клеточные, они все некротизированы. Это выраженный некроз эпителия канальцев, почечных канальцев. Вот, теперь хотелось бы мне, как у нас там со временем, но я уже приближаюсь к концу, я не перебираю, коллеги нет, вроде нет, обратите внимание на те вопросы, которые нас ну ставят немножко недоумение патолого-анатому, что ли. Леон Андреевич, как вы? Извините. Леон Андреевич, я с таким удовольствием слушаю, что если вы еще будете часа полтора говорить, то мне будет только приятно. Ладно, спасибо вам большое, спасибо. Я всегда боюсь, как всегда мы боимся, перебрать время. Значит, коллеги, что нас ставит в недоумение патолого-анатомов? То, что сдвигаются, нарушается временная конструкция клеточно-тканевых реакций, то, что называется дисхронии. Когда мы наблюдаем, я уже вам пример этой дисхронии привел, уже через 7 дней фибробластические процессы в легком очень активны, очень активны. И уже много случаев описано вследствие перенесенной коронавирусной инфекции кардиосклероза у лиц молодого возраста, кардиосклероза, который, в общем-то, свойствен старческому возрасту, пожилому, а здесь у лиц молодого среднего возраста он развивается. Очень рано появляются эти клеточные реакции, и мало того, они по времени сдвигаются. Ну, я могу в качестве примера привести это вот, я вскрывал умершую от, вот в конце августа этого, уже прошлого года, время так летит, в конце августа прошлого года она перенесла в мае месяце коронавирусную инфекцию, а потом в августе, в начале августа поступила в больницу где я имею честь тоже совмещать как патологонатом, с нарушениями мозгового кровообращения. Ну, ее положили в палеотивное отделение, и даже ей не ставили пневмонию, даже о пневмонии не было мысли о пневмонии, а у нее на вскрытии мы обнаружили, вот смотрите, такое пятнистое, легкое, правда оно не все такое красное, как я вам показал, лаковое, легкое, мы его называем, но она с множественными, множественными кровоизлияниями, и множественными фиброзными прослойками между этими кровоизлияниями, фиброзные прослойки, и когда я посмотрели микроскопию этого легкого, то мы увидели, конечно, очаги фиброза, обширные очаги фиброза, очаги фиброза, которые развелись, уже вот там два месяца прошло, но что интересно, следы бывших кровоизлияний в виде скопления сидорфагов, вот коричневого цвета, но наряду с этим мы увидели множественные тромбы, множественные тромбы, и даже видели небольшие воспалительно-клеточные инфильтраты, еще воспалительно-клеточные инфильтраты, то есть процесс, который, извините, вроде бы уже заглох, два месяца прошло, и ей даже клинически не ставили пневмонию, мы на вскрытии нашли признаки еще продолжающиеся пневмонические изменения и выраженный склеротический процесс, и вот это сдвиг такой реакции, быстрые склеротические процессы, они удивляют нас, почему, потому что мои коллеги тут мне даже сообщали о том, что уже через где-то через 3-4 месяца после перенесенной ковидной инфекции наблюдали резкий пневмосклероз вплоть до развития цирроза печени, я говорил, вплоть до развития цирроза легкого, понимаете, когда, ну мы цирроз легкого знаем, мы когда больных туберкулезом вскрывали, Анатолий Иванович Струков в свое время нам эти демонстрировал, мой великий учитель демонстрировал нам эти препараты, вот, но ведь у больного туберкулезом проходит 5, 6, 10 лет, 15 лет, иногда и 20 лет для того, чтобы развился цирроз легкого, а здесь, простите, прошло 3-4 месяца и уже такие тяжелые циррозические изменения, и вот эти, быстрота этих изменений, она вызывает недоумение, вот такое прогрессирование бурное, и оно, конечно, требует объяснения, и, так сказать, ну мы сейчас в поисках находимся, чтобы это объяснить. Вот этот случай, который я вам демонстрирую, там, наряду со склерозом мы нашли опять-таки очаги вот этого отека нутриалевиолярного, инфильтрата свежий, понимаете, клиницисты на это даже проглядели, ну, конечно, в палеотивном отделении иногда они, так сказать, ну, все внимание было обращено на нарушение мозгового кровообращения, которое, кстати, связано тоже с поражением сосудов, как мы выяснили, и массивные кровоизлияния мы нашли, то есть вот сочетание склеротических изменений с теми, которые свойственны ранним изменениям. Вот такое нарушение, такое последовательность клеточных реакций, оно, конечно, ставит нас в тупик. Еще один вопрос, который я вам показывал среди причин смерти, сепсис, который тоже нарастает, нарастает, и мы находим проявление сепсиса, проявление сепсиса, находим вот эту септическую селезенку, один из признаков, нормальная селезенка весит 100-150 грамм, а здесь селезенка 200-300 грамм, и при этом она делается совершенно дряблой, в ней гиперплазируется пульпа на разрезе, резкий большой соскоп пульпы, она имеет иногда вид вообще киселеобразной массы, вид густого киселя такого, буквально расползается, просто расползается. Вот, то есть проявление сепсиса четко мы видим, мы видим воскулиты, но, как правило, мы редко видим, вот по крайней мере, вот те данные, которые я располагаю, нечасто пиемические очаги, то есть, понимаете, это течет по типу сепсиса, ну, по типу септицемии, но сейчас этот термин, вы знаете, он не принят, международная классификация сепсиса, вот, но по крайней мере, он без пиемических очагов, и в связи с этим встает вопрос о правомерности выделения вирусного сепсиса. У нас в отечественной, я не знаю, может терапевты меня поправят, но по крайней мере, в нашей патологоантомической среде вирусный сепсис всегда как-то отрицался и его существовании. Мы признавали сепсис только за бактериальные инфекции и признавали также еще и грибковый сепсис. Сейчас, но во всем мире, все-таки сепсис вирусный признается. И, наверное, вот ковид поставил нас перед необходимостью признание возможности существования вирусного сепсиса. Во всяком случае, вопрос дискуссионный, надо это признать. В связи с этим, я по аналогии вспоминаю демонстрации, которые Андрей Иванович Андрей Иванович Воробьев как-то показывал, когда делал доклад о сепсисе у больных с гематологическими онкологическими заболеваниями и на фоне массивной антибиотикотерапии у них тоже было абсолютно стерильно. У них не было ни одного микробы и тем не менее он находил тромбо-геморрагический синдром и другие проявления, которые позволяли ставить сепсис. Вот такой стерильный, можно сказать, так и образно говорить сепсис. Ну, вопрос дискуссионный, я не хочу тут свое мнение навязывать, его еще надо обсудить, но вопрос о возможности вирусного сепсиса стоит. И заключить, коллеги, я хочу тоже интересными данными, я вам уже говорил, какую настороженность вызывает вот это бурное развитие склеротических изменений, ставит нас в тупик. сегодня я поприсутствовал на ученом совете кардиологического центра, и там делала доклад доктора биологических наук Екатерины Владимировны Семина. Вы знаете, она меня, так сказать, очень заинтересовал доклад, он был посвящен механизмам фиброза легких с участием активаторов плазминогена при патогенезе коронавирусной инфекции. Довольно интересные вещи, она делает очень интересные воды, я украл у нее слайд из ее доклада, без ее разрешения, но ссылаюсь на нее. И вы знаете, она что нашла? То, что связывание и проникновение возбудителя коронавирусной инфекции и в эпителиальной, и в эндотелиальной клетке зависит от активности системы активаторов плазминогена и снижение уровня плазминогена плазмина и увеличение интерлекина 17, вот в данном случае он играет роль у больных ковидом, приводит к накоплению урокиназа неактивной в ткани легкого. И вот высокое содержание этой неактивной урокиназа, вот это наиболее важный момент, индуцирует эпителиальный мезонхимальный переход в ткани легкого. Она показала даже картинки. Когда увеличивается экспрессия интерлекина 6-го и транскрипционных факторов эпителиального мембранного перехода. И вот этот переход эпителиальный мембранный является причиной развития фиброза. Страшный интересный факт. Извините, если кто-то прям тема для диссертации уже висит вот, а может уже кто-то и готов защитить. Вы понимаете, во многом это объясняет. Мы привыкли, у нас в институте морфологии делались исследования об эпителиальном мезонхимальном переходе, но мы находили это в злокачественных новообразованиях, в частности при раке молочной железы. Этот феномен трансмембранной такого, то есть не транс, а трансдифференцировки, который по-другому называют, он весьма интересный факт. Вообще, когда первый раз мы с ним столкнулись и начали его изучать, мы столкнулись на неприятии. Нам сказали, как это так, капиталиальная клетка, и вдруг она такая высокоорганизованная и превратится в фибролаз, этого не может быть, потому что не может быть никогда, но потом оказалось, что это действительно есть. А здесь оказалось, что этот феномен имеет место в легочной ткани и ведет к развитию процесса фиброза. И здесь играет роль система урокиназная, связанная с системой плазминогена. Коллеги, вещь страшная и интересная, но она требует дальнейшего своего изучения. По крайней мере, может быть, мы здесь хоть как-то объясним вот эти изменения. Коллеги, я благодарю вас за внимание, спасибо вам большое и готов, если будут вопросы, ответить. Спасибо. Спасибо. Ну что-то пока вопросов немного. Вот, глубоко говоря, Лев Владимирович, отмечается ли в почках изменение подобной легочной ткани? Пока мы не нашли фибра. Во-первых, все-таки почки реже поражаются по сравнению с другими органами, но и там все-таки характер изменения на ф... Сходство в чем? Поражение сосудов, воскулиты. Вот воскулит это общий знаменатель объединяющих поражение всех органов и легких, и сердца, и почек, и легких, чего угодно. Воскулиты, эндотелииты. Вот, кстати, вопрос об эндотелиитах тоже дискуссионный и считается, можно ли выделять такую форму воскулита, но, по крайней мере, она напрашивается и ее уже признают. Это то, что объединяет. И на почве сосудистой вот этой патологии происходит и развитие некранифрозов. Вот это. Но такого вот фиброза, который наблюдали в почек, слава богу, пока мне не попались случаи. Спасибо. Спасибо. Как вы считаете, поражение печени, как вы сказали, токсическая дистрофия гусиной печени это результат коронавирусных изменений, действия вируса на печень или результат лечения противовирусной терапии парацетамол? Я прям присоединяюсь у меня с языка, что называется, сняли вопрос. Вы знаете, коллеги, наверное, я должен все-таки отдать пальму первенства вам, клиницистам, здесь, в этом вопросе, потому что мы, так сказать, чем патологонатом отличается, он что видит, то и поет, так сказать, ту же песню, которую видит. Мы, по крайней мере, это видим. Объяснение наверняка, конечно, вирусное цитотоксическое поражение, наверное, есть, вот, и плюс присоединяется сосудистое поражение, соответственно, с поражением сосудов, и они, так сказать, суммируются, аккумулируется их эффект и приводит к этому поражению. Во всяком случае, такие страшные печени я видел только при либо алкоголе, но когда это уже алкогольный гепатит в стадии прогрессирования, либо это были отравления какие-то, их тоже у судебных медиков я видел, вот, а чтобы вот здесь, но слава Богу, опять-таки, их не так много, я вам показывал столбики, все-таки печень, ну, это не так часто, но эти случаи, к сожалению, проскакивают. Ну, трансаминазную активность мы видим, я могу сказать, клинически, небольшая и довольно редко, но больные принимают какие-то мегатомы парацетамола, парацетамола, как известно, это гепатоксический яд, и поэтому вполне вероятно, что это реальное токсическое действие препаратов на печень, то, что вы видите, потому что, ну, я с трудом представляю себе ДВС-синдром с такой печенкой. Согласен, согласен, да, согласен. ДВС-синдром может дать очаговые негрозы, скорее, но вот, чтобы вот так диффузно все это... Вот, ну, это все тоже требует изучения, потому что я с самого начала сказал, что очень много вопросов, которых мы раньше как-то и даже не задумывались, но мы про парацетамол, что он гепатоксичен, все знаем, а вот так, чтобы увидеть такую печенку, ну, извините, это вообще-то... О чем и речь, да. Слава Богу, это редко, пока еще редко. Ну, да. Может ли участвовать в патогенетической картине интоксикации некоторыми медикаментами? Ну, по-моему, это сейчас только что обсудили. Придущий вопрос, да, это посвятили. Склероз развивается на седьмые сутки, пульмонологи говорят, что ковид не дает фиброзу в легких. О чем вы говорите? Извините, он начинает развиваться на седьмые сутки, начинает, а потом прогрессирует, извините, и в этом-то весь и ужас, этот фиброз, он вызывает... Это кто сказал, что ковид не дает фиброза? Другое дело, что есть пульмонологи говорят, что ковид не дает фиброзу в легких. Нет, коллеги, это я не согласен. Все, что мы видели, фиброз есть, к сожалению, вплоть до цирроза, но, конечно, случаи циррозы, это тоже единичные, пока, но они бывают, но пневмосклероз, который идет вслед за этим ковидом, он есть и приличный очень, и от него, к сожалению, это тоже одна такая беда, но, но, наряду с этим есть случаи, когда все-таки есть и обратное развитие, и восстанавливается, ну, легочная ткань, без этого тоже нет, но фиброз очень опасен здесь, очень. Ну, здесь интересный механизм, конечно, фиброза, потому что это же не фиброз на месте некроза легочной ткани. Нет, конечно. На месте воспаления. Да, 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 и вы знаете, так вот это вот эпителиально-мезонахимальная трансформация в легочных, в легких, которые нашли, вот это один из механизмов, и вот участие в этом системы плазминогена и урокиназы. Я только не понял, почему тромбоциты при этом выброшены. Плазминоген с урокиназой понятно, но тромбоциты факт просто. Нет, тромбоцитов-то мы видели прилично, я даже не показал их, но мы-то видим их в легочных, они там есть, они присутствуют, конечно, и они участвуют, да, просто в этой схеме их не показали. Ну, вообще очень любопытное наблюдение. Так, как часто регистрировался миокардит у больных с коронавирусной инфекцией? Вы знаете, сейчас я вам скажу, у нас есть даже некоторые разночтения. Евгения Алтаровна Коган, которая опубликовала, она набрала несколько десятков таких случаев, но все-таки это выборочные случаи. И опыт, то, что я располагаю данными моих коллег, слава богу, не часто именно миокардит. я боюсь, процент не хочу называть, но, во всяком случае, это где-то речь идет о 10, да, может быть, 20 процентов, но не больше, а то и меньше. Но, но, то, что сердце в любом случае поражается, вы знаете, это имеет место обязательно. То есть, там все-таки имеет место поражение сосудов, ишемические изменения тяжелые, и связанные с ними уже вторичные реакции клеточные, но это, это есть. Ну, вопрос, это у тяжелых же больных, а у более легких, скорее всего, всего этого нет. Ну, у более легких нет, да, слава богу, но вот опыт кардиоцентра показывает, вот, в частности, у части больных в кардиоцентре наблюдалось и развитие так называемой, это синдрома Токацуба, это, вы знаете, этот острый, этот, стрессорная кардиомиопатия, слава богу, от нее, в общем-то, считается, не умирают, вот, это такое обратимое изменение, весьма интересный феномен, но он связанный с выбросом резким адреналина, но это только, опять-таки, участие наблюдения, небольшое, слава богу. Ну, просто год назад выступал Полеев здесь, младший, он замдиректора кардиоцентра, и он как раз говорил, что они не видели такого классического миокардита. Вот, спасибо, что вы подсказали, потому что Евгения Алтарна, как увлеченный человек, она хочет сказать, что это очень часто, она же собрала все-таки выборочный материал, по нашим данным не часто, слава богу, не часто, миокардит, слава богу. Ну, да, там в первом мете довольно много было больных, поэтому можно было их отобрать предварительно, да, поэтому, но в любом случае повреждение миокарда, если я правильно понял из вашего выступления, оно тоже не очень характерно, то есть это такой и миокардит, и инфаркт, и совсем классический миокардит, и классический инфаркт. Да, а инфаркт, конечно, он не классический, он, естественно, его, наверное, надо назвать инфарктом второго типа, к ЭБС, он, по крайней мере, не имеет отношения к ишемической болезни, сердце. Так, сейчас тут куча вопросов. Так, если наблюдается повышенный ферритин после выписки через месяц или два назначается ли повторно антикоагулянта таблетированная? Ну, это ко мне, наверное, вопрос. Вообще, я хочу сказать, что вот такой вывод я бы сделал из вашей лекции. Первое, что мы, активно внедрив рекомендованные нами еще в январе 2020 года антикоагулянты, сбили большое количество тромбоэмболических осложнений. Вы это показывали. Я думаю, что поскольку мы не пролонгировали эту терапию, как бывает при профилактике тромбоэмболии после операции, сначала давали 10 дней, 2 недели, потом сказали, ребят, 2 месяца как минимум, потому что тромбоэмболии возникает спустя долгое время после инициирующего фактора. И вот как бы мы не вырастили число инфарктов и инсультов, в первую очередь инфарктов, за счет короткого лечения антикоагулянтами, не является ли это основанием, ну это спекуляция, я совершенно тут не настаиваю, для того, чтобы пролонгировать антикоагулянты на более долгий срок. Я знаю, что вот госпиталь Синайский, Синайской горы в Нью-Йорке тоже в начале они просто говорили про антикоагулянт, потом написали, что минимум 2 недели после выпуски из стационара. Я перенес коронавирус в апреле, в марте-апреле, и я месяц пил Эликвиз после этого, хотя сейчас мои дочери тут тоже заподозрили, сказали, не надо, не надо Эликвиз, что вы, кровоточивость будет. Да какая кровоточивость, слушайте, не забудьте, пилите обязательно, обязательно. О чем и речь. У вас уже тысячи, тысячи людей прошли через наши руки с прекрасным результатом, никакой, вообще никакой кровоточивости. Вот именно. Спасибо. Ну, иногда менструация обильная, ну, два дня можно подождать, потом вернуться. Спасибо, что вы подсказали, я это, так сказать, дочеку. Антиагреганты, антикоагулянты мы назначаем, антиагреганты мы вообще не назначаем. Я не утверждаю, может быть, для них есть место, но мы боимся. Так, урологам интересно, есть ли изменения в ткани яичек. Коллеги, я по литературе только слышал, но среди того материала, которым я располагаю, мы просто, ну, не смотрели. Видно, руки не дошли. Кто-то займется этим. Но по литературным данным якобы и бесплодие описывают, да, что это одно из возможных осложнений. Но... и яичники посмотрел бы заодно. Да, кстати, да, сейчас такая тема для диссертации, какой поток пойдет диссертации, прямо невозможно. можно легочную ткань покрасить на мочевую кислоту. А, это Владимир Викторович Цурко. Ну, кроме молочной кислоты и мочевой кислоты-то. А, на уроке? Он специалист по подагре, поэтому... А, ну, наверное, можно, конечно. Есть, есть, можно, можно. Раз рано развивается фиброз, когда назначается антифибротическая терапия? Ну, опять-таки, вопрос терапевта. Да, я не очень, я не очень понимаю, что это антифибротическая терапия, насколько она вообще, эффективна, доказана. Я остаюсь при своем мнении, что антикоагулянты нужны, потому что, если мы говорим даже про плазминоген, то плазминоген – это просто кусок системы гемостаза. И активация того же плазминогена идет теми же существенными факторами, что и гемостаза. Да, 12-й фактор активирует систему плазминогена. Поэтому на первое место, пока на сегодняшний день, я бы выводил антикоагулянты. Наверное, долго раз речь идет о таком длительном фиброзе, ну, наверное, на долгий срок. Я, кстати говоря, абсолютно уверен, но это требует, опять же, подтверждений, доказать, что этот фиброз все-таки подвержен обратному развитию. Что это не такой, не глубокий. Не фатальный. Не фатальный. Не фатальный, да. Не фатальный. Согласен. Лечение нормальными лечебными дозами антикоагулянтов может препятствовать развитию фиброза, в том числе, в легочной ткани. Вопрос. В стационарах лечить недостаточно профилактическими дозами, а амбулаторам чаще всего не назначают, или назначают не сразу, а при утяжелении ситуации, а также в профилактических дозах. Ну, я бы с дозировками сейчас не стал бы связываться. Все дозировки прописаны у нас в рекомендациях Московского городского общества терапевтов. Собственно говоря, Лев Владимирович один из авторов этого документа. И там все дозировки, они не просто описаны, они обоснованы. С литературными данными, со ссылками на работу. Почему 2,5 миллиграмма ликвиса не работает, и признано плацебо, нужно давать 5 миллиграмм, но 5 миллиграмм это не лечебная дозировка, это как раз профилактическая. Лечебная дозировка, если мы про ликвис говорим в данном случае, это 10 миллиграмм два раза в сутки. Вот, поэтому я просто отсылаю вас к этим рекомендациям, если хотите, там все это можно посмотреть. Так, Цурко продолжает. Мочевую кислоту гнет свою линию, рассматривает как фактор риска фиброза. Может быть, следует об этом подумать? Наверное. Ну, надо подумать. Согласен. Я бы сказал наоборот, я так думаю, что, скорее всего, мочевая кислота является каким-нибудь индикатором идущих процессов. Мы очень часто путаем причину со следствием. Ну, это я совершенно не настаиваю, это надо заниматься. Давайте, мы готовы присоединиться. Обнаруживаются ли какие-то особенности поджелудочной железе? Нет, я не столкнулся. Наверняка, что-то есть, но просто мне не попало. Значит, это нечасто. Потому что я так слежу за литературой, но не попалось пока, слава богу. Потому что, ведь, вообще описывают, кстати, панкратиты сосудистого генеза. слава богу, нечасто, редко, но вплоть до панкро-некрозов. Вот. Но мне не попалось таких случаев. Нет. Ну, поскольку у нас речь идет о ДВС, распространенном при сосудистом свертывании, то этот процесс поражает все органы системы. Значит, лежит ли в его основе эндотолиоз или другие какие-то факторы, это вторичный вопрос. Но то, что это может быть поражено, это точно. Значит, по нашим клиническим данным я могу сказать, что панкреатитов нет. Но опять, это среди нашей группы больных. Это не значит, что их нет вообще. И я ни разу не столкнулся с этим. Да. Поэтому, ну, как-то вот, я не могу сказать, что... Так, пациентка 76 лет с мерцательной аритмией после инсульта принимает в течение года апексабан. 5 миллиграмм два раза в течение последнего месяца появились кровоизнистые возделения из прямой кишки при стуле. Можно ли это связать с приемом препарата? Ну, это не... Ясшет геморрой называется, наверное, да? Ищите, что там за заболевание в прямой кишке. Как минимум. Я не знаю, там что угодно может быть. Скорее всего, это геморроидальные вещи. И это надо лечить-то какой-то флебоди, там, я не знаю. Так, интересно, тема реабилитации после ковида. Ну, это вряд ли к патологоанатоме. Да, о чем речь, да. Вот, ну, я в следующую среду буду рассказывать, наверное, то, что мы вот сделали за последние там полгода, что-то у нас поменялось, поэтому приглашаю всех на следующий вебинар. Так, после отмены антикоагулянтов имеет ли смысл назначить антиагреганты? Я против вообще антиагрегантов. Вот, вы знаете, что-то у меня в последнее время свернуло с этой темы, мы как-то все больше на антикоагулянты переходим, учитывая, что они стали доступны. Это же не варфарин, который требует там регулярного контроля. Это нормальные современные препараты, которые можно принимать бесконтрольно, которые не дают осложнений практически. Ну, от любого препарата есть осложнения. Ну, вот, сказать, что это вызывает у всех кровоточивость, это неправда. Вот, поэтому я думаю, что, как и при многих хронических состояниях, та же фибрилляция предсердия, да, антикоагулянты просто назначаются много-много-много месяцев или лет. Так, я не зачитываю благодарности, очень много благодарностей. При распаде ткани освобождается большое количество пуринов. А, циркул опять. Плюс оксидаза, и каскадное освобождение мочевой кислоты. Да не, я еще раз повторяю, так вы сами пишите, что это свидетель процесса, а не наоборот, не запускающий этот каскад вариант. Ну, так же у нас мочевая кислота, например, появляется при лечении цитостатиками опухолей, тоже появляется. Тоже могут быть осложнения вторичные, но мы же понимаем, что это не опухоль производит мочевую кислоту, это наша терапия за счет того, что гибнут клетки и так далее. Так, пока у меня исчерпались вопросы вот наших слушателей, я думаю, что они еще будут, я просто короткие такие вот комментарии. Увеличение частоты сепсиса. Не думаете ли вы, что это связано с безумным применением антибиотиков на право и на лево? Это ко мне вопрос? Ну да, но вы же, так сказать, ну да, сепсис, мы действительно увидим, что он увеличивается, а вот антибиотики, да, он получается стерильный сепсис, может быть, действительно есть аналогия с тем сепсисом, который вот у онкогематологических больных на фоне антибиотикотерапии. Я не исключаю такую аналогию, хотя не достает. Нет, я имел в виду другое, я имел в виду, что сейчас больным с ковидом направо и налево в домашних условиях назначают антибиотики, и они поступают в больницу, когда они уже имеют антибиотикорезистентные штаммы, ну да, и это дает настоящую картину та же пневмония, тот же сепсис, я сейчас не о том сепсисе, а, ну классический сепсис, да, классический, и поэтому пошла высокая частота, возможно, согласен, логичное объяснение, логичное. Что касается вот этого септического сепсиса, это вообще очень интересная вещь, потому что интуитивно понятно, что это должно быть, да, всегда это, ну все всегда крутили у виска и говорили, какой вирус, сепсис, это невозможно, но вот сейчас это показано, сейчас это, я так понимаю, довольно массово уже показано, да, что это не какие-то спорадические случаи, что это картина, полностью спадающая с сепсисом, но он амактериален. Да, да. Значит, надо об этом говорить как-то. Вопрос такой возникает, да. Да. Так, ну и вот этот вот эпителиально-мезантимальный переход, нужно с ним разбираться, это очень интересная вещь. Но он меня заинтриговал, этот переход. Вы просто, вы меня заинтриговали. Да и я, я совершенно об этом ничего не понимаю. Свежая информация, только вот сейчас есть, доложили сегодня. Так, инвагинальный неоангиогенез в сосудах легких при ковиде. Ваше отношение? Неоангиогенез? Да. Вы знаете, ну, я бы не сказал, что я с ним столкнулся. Мы видим, воскулиты мы видим, воскулиты, а неоангиогенез, это, ну, имеется в виду, который сопровождает процессы склероза, но там всегда параллельный действительно неоангиогенез есть, но они сначала появляются в избытке, а потом запустевают, это, так сказать, классика. Сначала их, они в воспалительном инфильтрате действительно новообразованные есть сосуды, а затем они исчезают, но это просто этап развития фиброза. Понятно. Игорь Владимирович, а все-таки вот были больные с постковидным синдромом у вас. Вы знаете, материалы... Понятно, что они случайные. Да, случайные, вот один из них я продемонстрировал, он меня, конечно, поразил, этот случай, ну, там два месяца прошло, а на словах, вот то, что мне сказали, что через полгода цирроз легкого кто-то наблюдал, меня, конечно, этот случай поразил, что цирроз, я говорю, туберкулезник должен лет 20 болеть, прежде чем у него цирроз разовьется, туберкулез легкий, а тут, извините, через полгода цирроз, но это, слава богу, единичные случаи, единичные, вот, из постковидных изменений, из того, что я слышал, ну, поскольку я так с кардиоцентром общаюсь, конечно, там, среди постковидных изменений, обращают внимание на, конечно, кардиологические осложнения, аритмогенного характера, аритмогенного, и в том числе, вот этот синдром токацуба, кстати, тоже кардиологи отмечают, отмечают у ряда больных, вот, другие случаи как-то мне не попадались, то, что я сказал о печени и почках, это, так сказать, казуистика, нам в том материале, что у меня, пока, в основном, конечно, вот, ну, и головной мозг, естественно, а вот в головном мозге воскулиты, как причина инсультов, геморрагических, инсультов, или геморрагического характера, именно воскулит, вот, из главных постковидных изменений. Ну, я думаю, что нам надо на следующий год пересмотреть еще раз наши рекомендации, это уже будет третья итерация, с учетом новых, так сказать, знаний и так далее. Мне очень, конечно, импонирует, что вы показали слайд четкий, где нет вирусного поражения нервной ткани, а есть поражение эндотелия, сосудов, воскулитов, мощнейший воскулитов. Мы все время об этом говорим, что поражение мозга есть, но оно не с тропностью вируса к мозгу, а с тропностью вируса к сосудам, к сосудам нервной ткани. И вот почему там тропность к сосудам нервной ткани, у меня пока непонятно. Потому что это, может быть, ничего нет, а вот конкретно в мозгах все нет. Там даже сосудистые сплетения даже больше. Ну да, конечно. Потому что мы видим и нарушения регуляции, гипотелемические нарушения, там масса тяжелейших процессов с поражением нервной ткани. А, собственно, сама ткань вирусом не поражается. Да. Вот. Поэтому, мне кажется, на эту тему надо подумать еще, понабирать материал, посмотреть. Я сейчас немножко отойду от предыдущего, предыдущих рекомендаций, потому что я очень много чего перелопатил. И надо будет еще раз к этому вернуться и подумать на эту тему. Так, сейчас тут еще какие-то вопросы. Скажите, пожалуйста, стоит ли человеку, имеющему анамнезу и обширный инфаркт, заменить применение антиагреганта на антикоагулянта? Ох, ну, я могу только от себя отню сказать. Я считаю, что да. Но это противоречит международным и всяким другим рекомендациям. Так, с чем может быть вызвано развитие сердечной недостаточности дилетационной кардиомиопатии после ковида? Я не понимаю, это вопрос, не вопрос? Ну, я не знаю. Вы уточните, пожалуйста, что вы имели в виду. Дилетационной кардиомиопатии после ковида? Я что-то не очень знаю. Есть такая? Пока я не сталкивался с этим. Но это как следствие перенесенного миокардии, но для этого тоже должно пройти несколько лет, прежде чем разовьется дилетационная кардиомиопатия. Ну да, да. То есть это не острое состояние. Не острое, да. Я пока не был, по крайней мере, у меня таких сведений. Значит, вот это очень интересный вопрос. Тоже я бы к нему не готов сейчас, а к ответу. Тахикардия, аритмия, результат поражения проводящей системы сердца. Ну, думаю, что с точки зрения морфологии это не проводящая система сердца. Да, вы знаете, в условиях вот ишемизации, которые я показал, вы знаете, происходит малоприятная вещь, но я считаю, она не для всех, а для тех, кто к ней предрасположен. Это уже мои собственные научные разработки. А именно, происходит диссоциация кардиомиоцитов. А кто к ней расположен? А расположены к ней лица, которые имеют наследственные дефициты белков клеточной адгезии. Ведь кардиомиоциты это кирпичики, склеивающие цементом. Цементом являются катхирины, коннексины и другие белки клеточной адгезии. И вот я, пока у меня предварительные разработки есть, люди, у которых есть наследственный дефицит этих белков, они могут всю жизнь прожить нормально и до старости дожить, и не знать об этом. Но, если в их кирпичную стену ударят кулаком, а таким ударом кулака являются острые генозные признаки, дистриферфузия еще, то тогда вот этот цемент не выдерживает слабо, и они рассыпаются. И мы видим рассыпавшиеся кардиомиоциты на фрагменты, диссоциации кардиомиоцитов происходит. Щели вставочных дисков расширяются именно из-за этого дефицита. Вот это лица, есть группа риска такая. Вот я дал эту тему, такую диссертанту, одному он начал, и мы предварительные пилотные данные получили, но потом его фарма-ферма переманила на большие деньги, он бросил диссертацию. Сейчас интересов к этому не очень много. Вот такие у меня данные, что касается аритмий таких. Так вот, эта диссоциация кардиомиоцитов, она уже сопровождается нарушением электрической стабильности миокарда. Потому что электрический импульс от кардиомиоцита к кардиомиоциту уже с трудом переходит, начинает блуждать. Интересно. Значит, я хотел добавить, что что смерти при ковиде некоторые, их не так много, но мы их видим, встречаем, они связаны именно с нарушением ритма фактически с острой остановкой сердца. То есть, вроде бы, все ничего, 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 потом раз, и человека нет. Вот он проснулся и умер. Значит, понять, что происходит, невозможно. То есть, то, что это не просто там нарушение проводящей системы сердца, да, как как нам описывают при фибрилляции. Это не так. Здесь какие-то другие механизмы. Я отчасти связываю это тоже с повреждением нервной ткани, которая находится в миокарде, в сосудах. Это называется... Господи, боже мой. Ну, не важно, бог с ним. Но я могу тут ошибаться, потому что это нервная ткань условная. Дело в том, что проведение импульса в миокарде, насколько я понимаю, оно идет не по нервным стволам, да, а по миоцитам. Да, специализированным миоцитам проводящей системы. Думаю, что такие же миоциты, скорее всего, ну, да, миоциты тоже, они получаются и в сосудах тоже есть, потому что идет же волна сосудистая вслед за сердечным сокращением, идет сокращение по сосудам. Все регулируется тем же самым водителем ритма, он один на всех. И вот эта вот вся история, она крайне интересна. Значит, дело в том, что есть такое понятие периферическое сердце, наверное, вы слышали, да? Значит, миокард перегоняет по объему всего 40% крови, а 60% это периферическое сердце. Это очень обобщенное и размытое понятие. Здесь не только, значит, сосудистые, вот, артериальные движения, но здесь и венозные перегоны, отрицательные давления в венах и так далее. То есть, много факторов, которые гоняют кровь. Но по артериям точно идет волна сокращений. Вот. И это вопрос такой достаточно серьезный, очень интересный, мне кажется, малоизученный. Я надеюсь, что мы что-нибудь попробуем тоже через полгода, год разобраться. Как лечить стойкую тахикардию, кроме караксана и бета-блокаторов? А чем вам караксан плохо? Прекрасно работает. Бета-блокаторы, кстати, здесь хуже могут быть. потому что может быть низкое давление, а караксан как раз на давление не влияет, поэтому на дозу может быть подбирать, больше давать. Ну, не знаю, в наших рекомендациях караксан на первом месте. Так, еще вопросы. Вопросы исчерпаны. Хорошо, но тогда я позволю себе подвести очень коротко итог сегодняшнего выступления. Значит, я немножко не ожидал от вас такого выступления по ДВС-синдрому, потому что в аннотации ни слова нет, я на это обратил внимание. Это да. Вот, про ДВС-синдром, хотя мы-то как раз ему придаем ведущее значение в патогенезе вообще всего, что происходит. Собственно говоря, сегодня вы рассказывали морфологию, я все-таки не морфолог, но даже я в этом атмосе увидел сплошной ДВС-синдром везде. Сочетание тромбозов и геморрагии во всех местах. Поэтому это крайне важное сегодня заявление все-таки от ведущего патологоанатома России о том, что ковидная инфекция вызывает ДВС-синдром. Как там развивается активация свертной, какой интерлекин, какой патолизминаген, это второй вопрос. Я бы даже сказал 25-й. Потому что для клинициста ДВС-синдром это нечто отдельное. Есть ДВС, есть методика лечения. Вы его хотите назвать тромбо-геморрагическим синдромом по мочебеле? Ради Бога. У меня никаких возражений нет, мы везде пишем о том, что ДВС-синдром, в скобках тромбо-геморрагический синдром, я бы его называл синдромом Баркогана Мочебеля, потому что Баркоган предложил эффективную терапию, а Мария Семеновна Мочебеля описала само понятие тромбо-геморрагического синдрома. У меня нет, еще раз повторяю, никаких возражений. Хотя уже устоявшийся ДВС и по иностранщему он тоже ДИК-синдром. Но мне кажется, что только этого одного было бы достаточно, чтобы признать ваш доклад крайне важным. А все остальное, вся дискуссия, которая состоялась, огромное количество вопросов, те, кто участвует в наших заседаниях, подтвердят, что такого количества вопросов обычно лекторам не задают. Ну, потому что более-менее понятны знакомые темы для терапевтов. А здесь так красиво все было показано, что, по-моему, половина слушателей наверняка открылись глаза на то, что происходит вокруг. Вот. И я хочу сказать, что мы очень гордимся тем, что мы впервые предложили терапию ДВС-синдрома, именно назвав его ДВС-синдромом в январе 2020 года, что сейчас это входит во все рекомендации Минздравы, да и во всем мире, в общем-то, антикоагулянты это препараты номер один. Хотя много-много месяцев ушло на то, чтобы это все везде появилось. У меня есть обида за то, что это не было сразу воспринято, обида на конкретных людей, на реаниматологов, ну, это мои личные отношения. Но в принципе сегодня мы понимаем, что антикоагулянтная терапия, это терапия и в остром состоянии, и в начале заболевания, и это терапия длительная, по-видимому, после окончания острой фазы. И вот этот постковидный хвост, такой, да, тромботический, его тоже надо оценить, понимать. У нас есть один единственный тест сегодня, который очень хорошо работает, это растворимый комплекс фибринмономеров, РФМК. Все говорят, это устаревший тест. Я рад за вас, он может быть устаревший, но когда у вас перетин нормальный, ЦРБ нормальный, ДДМР нормальный, а РФМК высокий, вы как объясните это РФМК? Просто оно так с неба свалилось? Нет. Это ДВС-синдром. Это именно ДВС-синдром, потому что ДДМР это результат разрушения тромба, уже образовавшегося. Если у вас просажен плазминоген, например, то ДДМР может быть нормальным, а ДВС-синдром при этом идет. Вот, поэтому вы меня, честно говоря, очень сегодня и порадовали, и воодушевили на дальнейшее изучение этой темы. Большое вам спасибо. А я вас очень благодарю за то, что вы меня пригласили, и мне очень для меня это илесно, и я очень рад, что эти данные дойдут до клиницистов, потому что, конечно, рукообруку всегда это делаем. Спасибо вам огромное за приглашение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.